Душанбе Душанбе с 21 августа по 11 сентября проходит выставка картин таджикской художницы Марифат Давлатовой. На выставке происходит неслыханное. Представлены так называемые картины обнаженной таджикской женщины. Таджикская женщина, женщина из Бартанской долины, душа, балерины. Все эти картины, как заметили критики, пропагандируют западный взгляд на женщину, который противоречит религии, истории и культуре таджикского народа. Художница Давлатова рассказала журналистам, что она не собирается останавливаться на достигнутом, планирует и дальше писать картины в этом направлении. Наблюдатели отмечают, что творчество Давлатовой одобряют и поддерживают чиновники, о чем свидетельствует вручение ей Республиканской премии молодых художников в 2008 году. Напомним, что режим Рахмона уже в течение последних нескольких лет объявил войну исламскому женскому одеянию, сделав ношение хиджаба административным правонарушением и обязав женщин носить так называемый национальный костюм. Президент Таджикистана Эмамали Рахмон в преддверии 27-летия независимости республики наградил работников различных профессий государственными наградами и премиями, сообщает пресс-служба президента. Указом президента за деятельность в исполнительном органе государственной власти Орденом Заринточ золотая корона второй степени награжден председатель города Душанбе Рустами Эмамали, говорится в сообщении. По информации пресс-службы Орденом Заринточ награждается государственные деятели за выдающиеся заслуги, активную государственную и общественно-политическую деятельность, за проведение в жизнь демократических преобразований и экономических реформ, развитие науки и культуры, за особые заслуги в защите Отечества, за самоотверженность и гражданскую доблесть, проявленные в деле упрочения мира, стабильности и укрепления таджикской государственности. Что именно за выдающиеся особые заслуги имеет 30-летний сын президента, пресс-служба не уточнила. За последний год в России выросло число ксенофобов. Согласно опросу от социологической организации Левада Центр, примерно одна треть россиян не пустили бы в страну выходцев из Центральной Азии. За запрет проживания в России чеченцев высказались 27% вопрошенных. Минимальный уровень ксенофобии из предложенных для выбора представителей нерусской национальности социологи зафиксировали в отношении евреев. Их не хотят пускать в страну 15% вопрошенных. Следует обратить внимание, что за последний год произошло перераспределение антипатий. Ранее население демонстрировало высокий уровень поддержки изоляционистских установок в отношении выходцев с Кавказа и выходцев из Средней Азии. Сейчас в отношении цыган 32% и китайцев 31% отмечается в исследовании. Социологи также отмечают, что число россиян, поддерживающих идею «Россия для русских», выросло до 19%. Помимо высокой степени поддержки лозунга «Россия для русских», радикальные ксенофобы поддерживают ограничение притока трудовых мигрантов, а также одобряют дискриминационные объявления о сдаче жилья или она именно работу по этническому или религиозному признаку, говорится в исследовании. И какая вы нация? Русские! Громче! Русские! 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 Русские!